Россияне, вы взорвали дамы, оставили села под водой, забрали у них предварительно лодки, не послали туда МЧСников, расстреливали людей при выезде из этих сел, они не могли спастись, даже если какие-то лодки проплывали мимо домов, у людей спрашивали, есть ли у вас российские паспорты, а нет, до свидания. А что бы не поступить иначе, представляете, мир такой, ах вы сволочи, вы взорвали газ, а вы такие, а мы лучше украинцев, мы уже всех людей переселили, мы забрали котиков, мы забрали козочек, мы забрали курочек, да, пока украинцы там, у них же бомбежки, у них столько беды происходит, они не могут везде успеть, а у вас уже и вода всем сброшена дронами, и бабушки всем медикаменты получают тоже через дроны. Первые же буквально три часа все эвакуированы, и все, все эти фамилии не в каких-то тетрадках, ручка написана, а вот все систематизировано, что можно было на любой язык перевести, узнать, где находится дедушка там Петр Ефимович Слуцкой, да, год рождения 31-й. Ну, пожалуйста, вы же могли так поступить. И люди из Рязани приехали, из Курска, из Воронежа, из Владивостока, все приехали с лодками, все прям стояли бы так вот, лодки, да, и бы вот так вот спасали, и у всех были бы кошечки в руках. И тут же приют для животных, если люди как-то, не знаю, каким-то образом не находятся рядом с вами живут, все было бы организовано. Представляешь, как это было бы красиво выглядело? Да, взорвали, но мы позаботились об украинцах. Даже как бы если они не хотят русского мира, мы о них позаботились. Мы спасли, вы же обещали. Ну, это же ваше было opportunity. Что же вы этим opportunity не воспользовались, а?